Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. Я, предвидя ваш вопрос, самый главный, а какое отношение имеют Мальдивы, остров Мии, Ру к рок-музыке? А я вам отвечу, что тут есть знаменитый ресторан, горячий рок, хот-рок называется. Ну, согласитесь, что прямая связь с рок-музыкой, хот-рок. Поэтому мы сегодня решили его посетить. Здесь заказное меню. Проверить, умеют они готовить для настоящих рокеров-то, а для русских? Сейчас узнаем. А ну пойдем. Привет, ну как дела? Ну рассказывайте, что хорошего тут у вас, а? Все нормально? Хавайю, все, чертка? Супер. У нас заказик тут на 8 часов, мы заказали столик. Только, ребята, для нас самые лучшие места, потому что мы же рокеры из России. Я рок-звезда русская. Вы не знали? Это Волочука знает. Не в курсе вы? Ну что за люди не знают, что рок-звезда приехала к ним, а? Давайте, ведите нас на лучший столик. Ну это обязательно, гигиена это первое дело. Что вы? Вот тут? О-о-о, класс. Ну спасибо, самый лучший столик для нас. Благодарю, красавец. Садимся, давайте меню несите. Ну что хочу сказать. Для русских рок-звезд приготовили самое лучшее место. Смотрите, возле бассейна. Красота вот эта вокруг. Удобно сделали. Прям сидим тут. На деревянной палубе. Обожаю деревянные палубы. Вот знаете, раньше на крейсерах была деревянная палуба. Это потом металлические стали дела. А раньше были деревянные. Во, удобно было. Но матросам приходилось скоблить, чтобы она была белая. А я служил на эсминце. Там уже была железная палуба. Но мы ее тоже все время драйли швабрами и подкрашивали. Вот здесь деревянная палуба. Покажите, Лена, людям, чтобы они увидели, что такое деревянная палуба. Это очень удобно, когда ты ходишь боссом. Ну вот, принесли нам меню. Чем характерен этот ресторан и чем он отличается? А здесь ты заказываешь блюда полуфабрикатами. Не просто так ресторан называется Hot Rock, горячий камень. Они приносят горячие камни, и ты сам готовишь эти блюда. Замаринованные уже. Расскажу, что мы заказали, что мы будем готовить на этих горячих камнях. Королевские креветки. Азиатские. Отсюда. Раз. Новозеландскую баранину, бразильскую мраморную говядину. И лосося норвежского. Которую недавно привезли. Только свеженького. Все это маринуется в соусе на выбор. Разные соусы здесь. Целая серия соусов. И чесночные, и барбекю, и какие-то там, я даже вычитать не могу, какие-то кукурузные, какие-то огурцовые соусы. Выбрали мы разные соусы, чтобы попробовать разные блюда. Вот такое. Ну, в дополнение взяли салаты. И в дополнение взяли чесночный хлеб. Хочу попробовать, как они его здесь готовят. Хрустящий написано. После потребления горячих блюд, приготовленных на камнях, мы, конечно же, закажем десерт. Особенно волосчук, когда он же пить бросил. Так хоть десертом побалует свой организм. Истощенный, измученный нарзаном. И другой газированной водой. Поэтому, что здесь есть на десерте? Тарелка с тропическими фруктами. Раз. Есть такое. Дальше. Тарелка с континентальными сырами. Швейцарскими. Пирожное из кокоса и лимона. Или из сыра. Сырное. Дальше. Здесь есть банана сплит. Вот это, наверное, я закажу себе. Потому что сюда входит шоколад, ваниль, клубника, мороженое. И добавляются орехи и еще и какой-то крем. Вот это по мне. Это вместо водки и вместо текилы. Это мне будет. Ну и, конечно же, есть разновидности всякого мороженого. Но тут уже на заказ. Потом покажем мы все. Как оно. Особенно банана сплит, который мне принесут. С кофейком. С хорошим кофейком. Я надеюсь, они умеют готовить его. Ну, уважили волосюка СД. По старой памяти принесли мне горячительный напиток. Местный. То есть настоящий цейлонский чай со льдом. И с лимончиком. Сейчас попробуем. Умеют они чай тут делать цейлонский? Умеют. Помните, в Советском Союзе какой чай был? В кубиках грузинский. Мелкий-мелкий. Но другого не было. Пили тот. А потом появился индийский треслона. И когда я первый раз его попробовал, я просто был потрясен. Насколько он был пахучий. Там были листья, размокали в чай. И запах такой. Вот тогда я первый раз понял, что чай это действительно прекрасный напиток. Пахучий. Это лакомство. Если его уметь приготовить, если он сделан из хорошего чая. И поэтому, когда мы были на цейлоне, то, конечно, были на фабрике. Смотрели, как его собирают. Это самый дорогой чай из молоденьких листиков. Ручную их так обрывают аккуратненько. Потом обрабатывают. И мы привезли такого чая всем друзьями, себе. И долго потом пили. И он очень вкусный. Вот здесь цейлонский чай. Почему? Потому что когда-то Мальдивы вместе с островом Цейлоном подчинялись британцам. И это единый протекторат был. Поэтому у них очень плотная связь с Цейлоном. Сельскохозяйство разве это слабо? Поэтому у них везут продукты в основном из Таиланда, из Индии. И чай везут с Цейлона. В хороших ресторанах для затравки аппетита всегда приносят хлебушек с разными соусами и маслами. В русских ресторанах приносят хрустячий хлеб, горячий, который сами делают в хороших ресторанах. И обычное сливочное масло. Но бывает его замешивают с чесноком и с зеленью. Тоже очень вкусно. Здесь принесли хлебную корзинку с разными сортами хлеба. И три вида соуса. Южноамериканский гуакамоле из авокадо, соус, оливковое масло, ближневосточный хумус. Из нута делается. Все тоже, наверное, знают, что это такое. Хорошие. Гуакамоле и хумус. Великолепные. Но это обычное оливковое масло. На любителя. Готов к потреблению мяса бразильского, мраморного. Но мне принесли еще одну закусочку для разжигания аппетита. Хрустящий хлеб с чесночным соусом и сыром. И помидорчиками. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Вот так. Принесли еще одну закусочку. Выглядит очень аппетитно. Что это такое? Это королевские креветки, завернутые в бекон. Сейчас попробую и скажу вам, что это такое. Смотрите, выглядит очень аппетитно. Это не кляр, повторюсь еще раз. Это завернуто в бекон. Ну что, хочу сказать. Очень вкусно. Отличное сочетание белого мяса креветки с беконом. И какой-то соус такой кисло-сладкий. Вот так вот сделано. То есть повар разбирается однозначно. Хороший повар. Чувствует, что гармонирует одно с другим. Какие блюда, какие продукты. Это нужно тонко чувствовать. А то у нас бывало, знаете, креветка такая тоненькая. А там сверху кляра куча. В плохих ресторанах. Ешь, оно хрустит. Там куча кляра, куча муки. А там где-то внутри креветка. Здесь креветка крупная, королевская, тигровая. Во. И бекончик. Очень вкусно. Но принесли еще одну закусочку. Салат от шефа. Ну вот я смотрю, такой традиционный салат. Из листьев салата, ветчины, помидорочков черри, яйца. Попробую сейчас. Ну, лучок вижу кольцами. А ну. А ну, а ну, а ну. Ну что, хочу сказать. Вкусно. Традиционный. Я не сказал, что это прямо какое-то произведение искусства. Традиционный, хороший такой салат от шефа. Совмещенный с овощами, с салатом и с ветчиной, и с яйцами. Ну вот, они принесли мне блюдо. Это бразильская говядина. Ее на камешке принесли. Ее надо переворачивать. И таким образом зажаривать. И. Вот. То есть осторожно. Сюда не пускают людей, младше 18 лет. Чтобы он не обжегся об камень. Потому что камень очень горячий. Видите, оно скворчит. И принесли все другим членам группы Волочукайзда. Я пройдусь, покажу вам. Королевские креветочки. Видите, какие они огромные. То же самое. Но сейчас их клавишница будет переворачивать. Я уже не буду переворачивать. Это новозеландская баранинка. Помогу, помогу перевернуть. Смотри. Красота. Красота. А вот это норвежский лососик. Норвежский лососик. Тоже помогу перевернуть. О, еще, еще. О, вот так. Видите, какая красота. Сам готовишь. И потом сам и ешь. Вот. Так что, уважаемые любители рок-музыки. Я повторюсь еще раз. И особенно, уважаемые рок-музыканты, давайте будем играть чисто стильную музыку, чтобы потом была возможность приехать вот сюда, на Мальдивы, на остров Мейеру, в ресторан. Ход рок. И наедаться здесь на горячих камнях, на ход роке, чтобы потом создавать настоящий горячий рок. Русский, горячий, чтобы зажигать так, чтобы люди начинали там колбаситься в зале со страшной силой. Вот. Ну и что еще? К каждому блюду мы заказали различные соусы. Каждый выбрал себе соусы. Различные. Видите, здесь такие ямки. Овощи положены. Ну, для всех одинаковые. А соусы у каждого разные. Будем пробовать. Что лучше? Кто угадал? Потому что это же мы на обум-лазере выбирали соусы. Вы же понимаете, что мы даже не знаем, как они правильно читают, названия всякие. Будем пробовать. Но пока жарит. Ну что, слегка поджарил. Попробую сейчас. Попробую. А ну-ка, с соусом. А ну. Попробуем, на что способны бразильцы к выращиванию говядинки. Считается, что бразильская говядина самая лучшая в мире. Попробуем. Во. Мясо. прожарилось быстро. Камень все-таки хороший, горячий. И я угадал с соусом. Обалденно вкусный соус. Он настолько дополняет мясо. Шикарный. Какой-то кисло-сладенький соус. Я не знаю, что там в нем, но он классный. Прям прекрасный соус. Мясо просто обалденное. Во рту тает. Честно вам скажу. Классное. То есть говядина обычно жесткая. А тут прям класс. Ну что еще мне принесли? Я заказал себе для закусочки. Вот эту вот картошечку. Запеченную в фольге. Сейчас я попробую ее. Чуть-чуть. Знаете, что она напоминает? Пионерский лагерь, костер. И там в золе картошечку запекаешь. Вкус точно. Обалденно вкусно. Честно. Классно сделали. С говядинкой. И вот этим соусом. Ну, объедение. Вот так бы я сказал. Класс. Ну, картошка прям с детства напомнила. Великолепно сделали. Ну, и участники рок-группа Волщука СД. Они люди бескорыстные практически. Щедрые. Поделились со мной по чуть-чуть. Вот норвежской рыбкой поделились. Сейчас попробую. Сейчас попробую. Врать не буду. Обычно. Нормально. Вкусно все. Но обычно. Другой участник. Рок-группа поделился со мной грибешком марш. Сейчас попробуем. Как они тут. Вот грибешок хорош. Хорошо сделан. Прямо промаринован великолепно. хотя казалось бы все там грибешок готовить. А надо уметь все равно соус приготовить хороший. Ну и главный режиссер и продюсер нашей рок-группы поделился со мной кусочком кусочком новозеландской баранины. А попробуем. Что от сердца оторвал наш режиссер главный. А ну врать не буду. Обычно. самое лучшее блюдо это была бразильская говядина. Во! С вот этим соусом ну просто обалденно вкусное. Я повторюсь ну несмотря толстые куски мяса в рту тает. Обалденно сделали. И с этим соусом просто великолепно. Ну и неплохие были гребешки. Ну а баранина и лососик нарезки проиграли в этой гонке на на выживании. Проиграли однозначно. Говядина номер один бразильская. А вот и первый прокольчик этого хорошего ресторана. Вот все на высшем уровне. Эксклюзив. На камнях готовится блюдо. Хорошая говядина я ее отметил. Хорошие гребешки. Неплохие лососи и неплохая баранина. Но извините меня принести чай в пакетах к десерту. Они уровень ресторана автоматом опускают тут же. Но это мое мнение. Может кому-то нравится пить сквозь бумагу чай. Растворять его там. В хорошем ресторане чай заваривают. Четко, строго, только так. По-другому нельзя. Уровень сразу падает ресторана. Сейчас попробую кофе капучино. Как оно? Нормально или нет? И кофе горьковат. Вот прокололи с чаем с кофе. Ну что ты будешь делать? Все было хорошо. А тут таких два прокола. Пить можно, но горчит. Вот это банана сплит. Еще не пробовал. Сейчас попробую. А это шоколадный какой-то кейк с мороженым. Ну это для клавишницы у нас. Она любит шоколадные кейки с мороженым. Серьезно сидит главное. Очень серьезно, страшно смотреть на нее. Но вернусь к чаю. Вот они здесь делают айсти, то есть они его заваривают. Ну я понимаю, это огромные порции, чаны целые, потому что потребляют его многие. Но он выше всяческих похвал называется. Буду пробовать десерт, потом расскажу что он такое. Обычный. Крема много, мороженого и печенье какое-то. Подведу итог этому ресторану. Посещение этого ресторана вот это посмотрите названием хот-рок. Первое антураж. Антураж великолепный. Хорошая палубная доска, все чисто, великолепно. Посадили нас за столик рядом с бассейном, с видом на океан, через бассейн. Все отлично. Засервировали вроде неплохо, все хорошо. По поводу блюд. Принесли много блюд, чтобы я отметил. Мне понравились креветки тигровые на закуску, обернутые беконом. Очень вкусно. В великолепном соусе класс. Очень вкусно. принесли на закуску гренки с сыром и с какими-то специями. Очень вкусно. Хрустящие, очень вкусные гренки. Второе блюдо. Чем он славится, этот ресторан? Он славится тем, что это хот-рок, горячие камни. Готовится блюдо на горячих камнях. Ты выбираешь себе блюдо. Мы выбрали четыре блюда. Бразильскую говядину, новозеландскую баранину, морские продукты, креветки королевские с гребешками и норвежского лосося. Каждый из членов рок-группы Волочук АСД выбрал себе по одному блюду. Отмечаю только два блюда. Первое. Говядина бразильская была великолепная, мраморная, вот так вот сделана с соусом, просто очень вкусно, во рту таяла. Плюс мне пронесли запеченную картошку в фольге. Она мне напомнила детство пионерское, когда мы в Зале пекли картошку. Вкус идентичный, вот так вот, еще со сметанкой там внутри. Она не сухая, классная картошка была. Неплохие были гребешки, все остальное было обычная еда. И в конце, когда уже десерт, они подавали чай и кофе, тут они немножко прокололись. Чай пронесли в пакетиках для ресторана такого уровня, где блюда начинаются от 10-20 долларов. Чай в пакетиках пронести, ну это просто ни в какие рамки не лезет. И кофе горчил. Вот я заказал себе капучино, он был горький, пережаренный. Это прокол. Поэтому обслуживание официантское поставил бы 4 с минусом. И общую оценку из-за вот этого чая, из-за этого кофе, из-за того, что официант еле чесался, вернее, не то, что еле чесался, но как-то он не торопился, вот так бы я сказал. Я общую оценку этому заведению поставлю 4 с минусом. Ну, как есть. Чтобы вы знали правду про этот ресторан. Вот так все. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащу.